Всем привет! Это обзор Олега и его аналогов от Калина Красная. И сегодня у меня рубрика Китай против Китая. Обычно у меня рубрика Олега против Китая, но здесь немножечко другое. В данной рубрике я буду сравнивать многочисленные глайдеры гоблина. Можно было подумать, что буду сравнивать зеленых гоблинов, но нет. Потому что каждый из них по-своему хорош или плох, но вот глайдеры, вот эти многочисленные глайдеры, которые китайцы выпустили, это что-то с чем-то. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить обзор на все новинки Лего и его аналогов. Приятного просмотра! Давайте начнем с истории. Что такое вообще глайдер? Глайдер это такое автономное беспилотное устройство, которое может либо летать по воздуху, либо держаться на воде, передвигаться по воде. Глайдер гоблина это транспортное средство, которое у нас использовал непосредственно гоблин в отличие Норма Осборна. Точнее наоборот, Норман Осборн, в отличие гоблина. Вот откуда такое безумное количество глайдеров? После выхода замечательного фильма «Человек-паук. Нет пути домой» у нас компании китайские выпустили достаточно много паков, посвященных так или иначе, либо этому фильму, либо вселенной Человека-паука. И вот практически в каждом паке находился свой зеленый гоблин, который имел свой уникальный глайдер. Ну, по-моему, за исключением вот этих двух, они были в одном паке, либо же в двух. Ну, в общем, в итоге можно сказать, что у нас китайцы выпустили 5-6 отдельных паков, в котором был гоблин, который имел свой глайдер. Эта идея видео мне пришла на последнем вот этом зеленом гоблине, когда я собрал последний глайдер. Честно, я вам скажу, но вы видите, какое тут разнообразие этих глайдеров, какие китайцы извращенцы, потому что делать вот такие глайдеры, я не знаю. Это вот надо извращаться, ну, не знаю как, чтобы придумать такие вот вещи, ну, это, конечно, они вот спецы в этом деле уж точно, по поводу глайдеров в оригинальном Лего. Лего, естественно, выпускало зеленого гоблина, у которого были, так или иначе, свои глайдеры, они тоже были интересные, неказистые, но я скажу, что они, честно говоря, и рядом не стояли с леговскими, потому что там были они маленькие, практически под стать мини-фигурку, здесь же китайцы, ну, вот это самый большой, гигантский просто, здесь китайцы разошлись, они чуть ли не летательные аппараты делали на основе этих глайдеров, так, ну, давайте мы начнем. Итак, здесь у нас всего лишь 5 глайдеров, почему 5, а не 6, потому что вот эти два, они одинаковые, я не помню, они выходили в одном паке или нет, но суть в том, что они одинаковые. Итак, у нас здесь всего 5 глайдеров, первый выходил самый, по-моему, первый пак, по-моему, второй, третий, четвертый и пятый, самый последний у нас пак с последним глайдером. Итак, как же мы будем оценивать данные мини-фигурки? Мы будем оценить по 10-балльной шкале, почему именно по ней? Потому что, естественно, 10 баллов больше, чем 5, и, скажем так, можно тому или иному глайдеру проследить более адекватное число, потому что кому-то по 5-балльной шкале можно проследить 3-4, а там может быть вовсе 3,5 или 4, но мы не будем на десятой доле делиться, то есть четкое число. Вот, начнем мы с первого глайдера. Итак, первый глайдер у нас выглядит вот так, будем оценивать без мини-фигурки, потому что мы оцениваем глайдер, а не мини-фигурку. Выглядит у нас он очень интересно, я считаю, что это самый лучший глайдер из всех китайских, он выглядит более каноничным, он более интересный, и он маленький, не такой большой, вообще непонятно, что это в целом. Очень интересная постройка, достаточно легкая в сборке, видео на сборку будет вот здесь, можете перейти посмотреть. Ну, косяки, конечно, имеются, скажем так, вот это двигается, все шатается, но это у каждого глайдера имеется, но я вам скажу, что в целом по количеству деталей и по тому, как это выглядит, глайдер, наверное, один из самых лучших. И давайте мы ему поставим заслуженную девятку. Это 9 баллов точно, выглядит он интересно, мне очень нравятся вот эти клыки, именно как они выполнены в передней лезвии, которыми у нас он убил ни одного персонажа. В принципе, это очень достойно. 9 баллов из 10. Следующий глайдер у нас шел вот с такой мини-фигуркой, и я вам скажу, что он не самый удачный. Не самый он удачный именно по конструкции. По внешнему виду, в принципе, неплохо, выглядит интересно и даже более похоже. Возможно, эта версия похожа на ту версию из фильма «Человек-паук нет пути домой», потому что фигурка там была именно такая в комплекте. Вот. Неплохо, также он маломальски небольшой. Он примерно одинакового размера с предыдущим нашим глайдером, плюс-минус, то есть там 1-2 студа в ширину, но он неудачный абсолютно по постройке. По конструкции, то есть вы видите, что здесь все легко, достаточно болтается, и вот эти детали между собой никак не скреплены. Они ходят все ходуном, и очень часто бывает такое, что просто вот так отваливается, и глайдер наш пропал. Мне очень интересно, как тут выполнен двигатель, это просто такая пимпочка фиолетовая, но я думаю, что это двигатель, хотя похоже на него. Вот. Ну, что я могу сказать? Выглядит интересно, похоже, но разваливается просто ужасно. Я думаю, что Дайна глайдера заслуживает 5 баллов из 10. Ну, а вы можете написать, какую оценку бы вы поставили Дайному глайдеру. Это глайдер по 1-2 в комментариях. Следующий глайдер у нас шел вот с такой мифигуркой. Он у нас также выполнен по фильму «Человек, Бог, нет пути домой». И, скажем так, это королевский, флагмановский глайдер из всех. Ну, я не знаю, почему китайцы решили сделать его самым большим, но я вам скажу, что по конструкции, по монолитности, по исполнению это самый лучший глайдер. Он выполнен очень хорошо, конструкция реально очень жесткая. Видите, что крылья, в принципе, такие и должны, скажем так, ходить худуном, ну, то есть под углом они быть. Но сама конструкция, она выполнена очень хорошо, очень компактно. Мне нравится, что интересно они выполнили двигатели с помощью таких старых шутеров. Но шутеры сам по себе по пластику, по качеству ужасные. Но речь не об этом. В принципе, вообще по детализации, по конструкции он неплохой. Единственное, что он большой. То, что эти пыльчики выпадают, это нормально. То есть вообще все жестко. Ну, крылья отпало, это тоже нормально. Возможно, я придираюсь, а может быть нет. То есть по конструкции, по жесткости он выполнен очень хорошо. Мне нравится. То есть нет вот такого, знаете, наития, то, что все отпадет, распадется. Нет, все отлично. Но единственное, он просто нереально гигантский. Какой-то большой. Я не знаю, почему он не очень, скажем так, это, по-моему, был он только в фильме. Мне нравится, как здесь сбоку применены вот эти элементы треугольные. Вполне очень хорошо, канонично дополняет наш глайдер. Ну, в общем, я скажу, что 8 баллов из 10 у данного глайдера. Четвертый наш глайдер, он шел вот с такими фигурками и с другой фигуркой непосредственно из фильма «Человек-паука. Нет пути домой». Это у нас классический оригинальный глайдер из первых трех фильмов о «Человеке-пауке». Я думаю, что многие фанаты аналогов Лего сразу узнают, что это за фирма. Это коровод. Тут сразу понятно, потому что это монолитная, единая конструктивная деталь. Наш глайдер состоит всего лишь из трех деталей. То есть это непосредственно основание и два вот таких идентичных отраженных крыла. Ребят, и я скажу, что это королевский глайдер, потому что это самый лучший глайдер. Он выглядит именно так, каким он должен быть, монолитным, состоящим из трех деталей. Вот таких литых, замечательно покрашенных, замечательно про детализированных снизу. То есть вот так наш глайдер выглядит снизу и просто респект за это китайцам. Ну, в стиле Мегаблокс, потому что Мегаблокс любит вот такие детали, зачастую литые, похожие, имеющие скуды для крепления для Лего. Но при этом они максимально копийные с оригиналом. Вот. Глайдеры просто суперские. Это просто гордость коллекции глайдеров, я считаю. Ну, ребят, тут, по-моему, определенно 10 из 10. Последний наш глайдер с классическим таким гоблином, он у нас от компании XIN и шел вот с такой мини-фигуркой. Сам глайдер выполнен неплохо, довольно-таки, скажем, в классической форме. Единственное, здесь плохой пластик. Но это Китай, мы тут за качество вообще ничего не говорим. Мне нравится, как он выполнен. Он достаточно тоже, если сравнить с этим длинным нашим глайдером, достаточно конструктивно хорош выполнен. Очень интересно, то есть крепенько, не разваливается, как вот эта версия. И, ну, вполне себе прилично. Единственное, ну, качество пластика здесь подкачало. А так, в принципе, интересная версия. Что-то похожее приближает нас к оригинальному, скажем так, вот этому глайдеру. Но я не буду долго тут размусоливать. Скажу, что здесь, наверное, баллов, ну, 7 из 10. Итак, ребятки, итог. Ну, начнем мы с последнего, с пятого места. Пятое место у нас вот этот глайдер. Вот этот замечательный глайдер. Он у нас получил всего лишь на всего 5 баллов. Ну, заслуженный, я считаю, заслуженный, потому что, ну, он очень хрупкий, очень такой, ну, развалистый. Фигурка интересная. Глайдер сам по себе по виду тоже интересный, но вот именно конструктив, но не очень. Следующий глайдер у нас по четвертым местам. Он тоже интересный, имеет место быть, но до первого ему, конечно, еще далеко. Но интересненько тоже выполнен. А третье место у нас занялась флагманская модель, самая длинная, самая такая тоже прикольненькая, интересненькая. Имеет место также быть, но он, конечно, чересчур длинный. Можно было сократить его примерно до вот этих размеров. Второе место у нас призер, второе место. Классический глайдер, не так много деталей, конструктивно хорошо выполнен, интересненький такой, простенький. Ну, я думаю, что заслуженно у него второе место. Ну и победитель, то, как должен выглядеть наш глайдер. Просто идеальное соотношение по качеству и по количеству деталей, конструктива. Я считаю, это лучшая просто моделька. В общем, заслуженно первое место занимает этот глайдер. Ну, ребят, я думаю, что я достаточно хорошо судил данные глайдеры. Если вы считаете, что неправильно заняли свои призовые места, то напишите в комментариях, какой глайдер, по вашему мнению, лучше, какой следовало переместить. Я думаю, что у многих он также уже имеется в коллекции, какой-то из этих. Но я думаю, что из всех моих глайдеров, которые я имею в своей коллекции китайского лего, я думаю, что, ну, определенно, здесь бесспорно, первые два места занимают вот эти глайдеры. Они мне больше всего нравятся и они, ну, объективно, на мой взгляд, лучшие. Ребят, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Телеграме, если вы еще там не подписаны. Потому что там мы выкладываем все новинки лего и его аналогов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok